Сегодня мы будем размышлять о Верии. Помните, когда Иисус ходил, проповедовал, исцелял, и вот Он смотрел на людей, и, знаете, каждый человек, вот Он ищет чего-то в людях. И помните на Фараим? Вот я так думая о Нем, я думаю, что, наверное, Он искал в людях честность, не лицемерность, открытость, честность, искренность. Почему? Почему я так думаю? Потому что Он сам таким был, Он ценил это качество, и Иисус сказал о Нем, вот тот и тот человек, которым нет указа. Тут честный, не лицемерный, искренний. И вот Он ценил это, Он за это боролся, потому что Он, как раз же сам так любил, Он за это боролся. Конечно же, Он ценил это, и другие люди. И когда Он общался с людьми, Он знакомился с людьми и смотрит, о, а этот такой скользкий человек, ему доверять нельзя. О, а этот человек, Он искал его. Иисус, а что же Он искал в людях? Больше всего Он искал вверх. Потому что больше всего я вижу Его отзывы Иисуса о людях. Это вверх. Написано в Библии, что без веры угодить Богу невозможно. Почему? Почему Богу угодить невозможно без веры? Написано в том, что надо, чтобы человек, приходящий к нему, хотя бы верил, что Он есть. Как можно угодить Богу, не имея с Ним взаимоотношения? Ведь Бог больше всего хочет вернуть потерянное взаимоотношение между людьми и Богом. И человек, который говорит, я в душе верю, а взаимоотношения с Богом не имеет. Он думает, что я верю, что Бог есть. Он думает, я тебе Богу угожданную. А Богу нужно быть только не взаимоотношения. Ведь что произошло с первыми людьми? Они согрешили. И Бог настолько святой, что выгнал их из-за своего рана. За этот грех. И прекратились общения. Когда Бог приходил к ним, в последний раз Он пришел к ним сказать и наказать, что он наделал, и наказать за это грехопадение, больше не приходилось. Больше таких общений крестик не было, а про него. И Бог пришел к нам остановить, вернуть. А человек не имеет взаимоотношения к нам этого. Все хорошо, я верю, что Бог есть. Я верю, что то, что Он говорит, это святое, это все, Божье, оно святое, оно хорошее. Может, он там Библию где-то в почетном углу держит. А Бог хочет взаимоотношения. И Бог поэтому и ищет веру, веру в него. Потому что невозможно иметь отношения, если ты... Ну, как я не могу иметь отношения с Путиным? Ну, даже я верю, что Он есть. Но я уже с Ним не общаюсь. Нет у меня с Ним взаимоотношений. А как можно с Богом иметь взаимоотношения, если ты не веришь, что Он здесь рядом, тебя слышит? Ты не тебя видишь, все, что ты делаешь. Я подставил Иакова, вторую главу. Это вторая глава, идет речь о вере. И вот она начинается. Братья, мы имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невсерая девица. Он дал повеление. Повеление нам, верующих братьев. Имейте веру в нелицемерную. Искреннюю, настоящую. Я имею право вам сказать, сестры, братья, имейте веру в нелицемерную, искреннюю. Или нет? Так вы ее имеете или не имеете? Нет. Он кому не верующий присал, или не верующий? Верующий. Верующий. И он дает повеление верующим, имейте веру в нелицемерную. Я почитаю 2-ю главу 17-го стиха. Так и вера. Если не имею дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою, и сделай твою, а я покажу тебе веру мою, и сделай мою. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера, и сделай, и литва? Не делами ли оправдался Абрама, отец наш, возложив на жертвы Исаака, сына своего. Видишь ли, что вера содействовала делами Бога, и делами веры достигла совершенства, и исполнилось в словописание веровало Абрама Богу, и это изменилось ему правильно, и он наречен другом Божию. Получается, Иаков говорит вот такие слова, а Павел вроде бы говорит противоречащие слова, что Иаков это тут говорил, не очень приятная обстановка, но говорил о том, что не делами спасается человек, и все там написано, чтобы человек не хвалился, а только благодать, только вера спасается человек. 52-й 8-й это не от нас, от нас это не зависит, Бог это дает веру. Так как же разобраться, где это золотая средина, делами спасаются или веры? Тут написано, смотрите, вера в Аллах Богу, и это изменилось ему в правду. Вменилось это что значит? засчиталось, заменилось в современный язык, Абрам верил в Бог, и это ему засчиталось вместо праведности. Если бы человек был абсолютно святой, и ни разу в своей жизни не согрешил, он спокойно, без всяких препятствий, вошел в Браме, Богу. Но так человек если хотя бы один раз в жизни согрешил, он не может туда попасть. И Абрам тоже не мог, он тоже грешил. Но его вера и доверие Богу вменилось заменилось вместо праведности и он пришел в Браме. И этого даже он не смог бы сделать, если бы Иисус в будущем не пришел бы и за Него тоже не убил. Сегодня так важно нам веровать, что мы спасены от наших грехов. Мы на суде не будем осуждены за наши грехи, а пойдем в Браме. И более того, он наречен другом Бога. Через веру он имел взаимоотношения. Близкие взаимоотношения с Богом, что он даже нас там в Боге внесел, другом с вами. И как эта вера написана в действии дела, эта вера произвела дела. И Ирак говорил просто о второй части веры. Первое, человек верит, доверяет Богу и он спасается. А второе, если он доверяет Богу, то его жизнь меняется. Это видно по делам. А если не верит, то не меняется. Вот почему Богу нужна наша вера. Он говорит, мы должны делать так. А мы как делаем? иногда драк, иногда не так. Почему? Потому что не видим, не доверяем, что вот так это лучше всего. я ехал в запорожье в электричке и попал парень напротив, и вот так мы потом разобщались, познакомились, и потом я сказал, что я верующий, и он давай расспрашивает, о динаминации, он оказывается много знает, знает, какие-то бывают ответвления, он не знает, все перечисляет, знает, о харизматах, пятидесятниках, и вот он говорит там о золотой середине, свою оценку, я смотрю, он много знает, я говорю, ты веришь, что Бог есть, да? Вижу, что он много изучал. А потом я смотрю, что он говорит, ну, у вас вапчистов сильно много правил, можно, нельзя, да? Я говорю, такие же правила, они нужны для того, чтобы мне было лучше. Так, а то, как сказать, вот мне лучше так. Я говорю, ну, смотри, я люблю свое множество, никто мне другой нужен, это Бог меня поднял, я этому рад. Я говорю, это же приведет к плохим последствиям. Почему? Главное, чтобы жена не знала. И все нормально. Ну, говорю, а, тогда и главное, что ты не знал на ее тоже. Ну, значит, справедливо, как тебе все это, нормально так будет или нет? Каждый человек, он хочет быть Богом в своих жизнях. Он считает, что вот как я свет придумал, как мне хочется, это лучше всего для моей жизни. И он не понимает, что лучше всего для его жизни, это то, как придумал инженер, который всю эту жизнь придумал, который эти законы все основал, конструктор. вот лучше всего поступить по такой инструкции. Так он и не думал. Это Бог. И так он дал заповеди, это лучше всего. Но человек, не веря, что это самое лучшее, он прилегает за эти заповеди. И думает, вот там свой путь пролаживая, который расходится с Божьим, где-то в каких-то местах. И чем больше он расходится, тем хуже последствия. такой пример интересный видел в интернете. Такая картиночка и такая забор и написано на этом заборе «Забор идёт лучше». И человек такой идёт и пытается забор перепрыгнуть, а второй он говорит «Не надо!» А тот такой перепрыгивая и летит туда вниз. он «Это не забота, это оградка». То есть обрыв, это защита, это оградка, а он это тот забор, который мешает мне жить, мешает моему пространству, моему свободе. И он да, пошёл на свободу, да, свобода очень опасна. И так вот наша жизнь может работать. Чем больше нарушают Божьи заповеди, тем больше приходится пожирать плохих посредств. Человек выпивает удовольствие, радость, только чем чаще он выпивает, тем хуже его детям, его жене, и в конце концов ему, когда происходит развод, когда дети не хотят с ним ничего общего. Наркотики, которые запрещают родители, которые запрещают его, тоже ведут таким же самым, как ещё худо последствиям. Оружие, группировки и все эти усердные, ты убиваешь, ты прямо могут убить. Совесть, которая получает плохие семьи из-за наших эгоистических жизни. У них я, я, каждый хочет только своего. Нет любви. Плохие отношения с соседями. Плохие. Плохая ситуация в стране. Это всё, всё, всё. Из-за одной простой причины. Мы не доверяли Богу. Если бы доверялись, если бы мы говорили «Я верю», если бы это было нахренность, то это бы показалось в наших делах. Ведь Бог любит любви. только ее. Бог говорит «Слушайся правительства, молись за Него». Бог говорит «Плати налоги». Бог говорит «И много-много чего хорошего». Бог говорит «Не воруй ни в стране, ни у кого». И всё, что Бог говорит. Это для блага. Возьми страну, которая страна процветает. Почему она процветает? Это наш не просто так процветает. Почему процветает? Скажите. правители там воруют и сказаны. Правители думают о своем народе. Народу платят налоги, доверяя своему правительству. Платят налоги. Так оно ж ниоткуда не взялось. Бизнесмены хорошие зарплаты падают, или думают как обжат своих рабочих. А оно ниоткуда хорошая страна, хорошая болезнодистская ситуация не берется ниоткуда. Чем лучше в этой стране люди, тем лучше эта страна живет. Потому что этот же человек стал бизнесменом. Там хорошая семья, правильно воспитала ребенка. Делись с другими, с братьями, с сестричками, с соседями, с нуждающимися, забудься о них. Он вырос стал бизнесменом. Он организовал хорошее предприятие, завод. И вот он торгует, у него деньги есть. Он хорошо платит свои зарплаты, налоги, хорошие пенсии в этой стране, социальные пособия. То, что такой же правитель не ворует себе, ему хватает своих зарплат. Потому что хорошо зарплату хватит, казна хорошая. И всем хватает, все делятся, все думают друг о друге. Это неоткуда это берется. Чем хуже, меньше слушают за Бога, тем хуже ситуация станет. Зато вот это говорят, у меня Бог в душе. Бог в душе, а что в твоей жизни происходит? Покажи твою веру в твоих делах. Покажи отчет, как говорят, люстрация. Хорошая понятия. Да покажи отчет. но эту хорошую иллюстрацию делает Бог, Он все знает. А человеку это невозможно. Я что хочу, то покажу. Чего не хочу, я запрячу. И все. И написано, что небесы веруют и трепещут. Но только дела говорят. Обратно. они против Бога. Они не доверяют, что Божье запрет. Это самое лучшее. И точно так, и самые люди, которые думают, что верят Бога, и не доверяют Бога, а живут по-своему. Не Бог властелин их и жизни. Они есть доверие. Они написаны не основатель человеком. Почему так ярко было зло? Потому что Иисус так и сказал. Есть люди, которые слушают Слово Мое, а строят свою жизнь. На чем они строят свою жизнь? На песке. И когда на этом песке вдруг потечет вода, этот песок поменяет свою форму и вымает из-под дома. дом или трещины разные. А тот, который слушает слова Иисуса Христа, тот основатель, который слушается и поступает так, тот основатель человек построил тонну камеру. Какой я человек? Каким заповедям я доверяю? А каким нет? Какие мы знаем заповеди Иисуса Христа для нас в еще? Какие? Любить Господа Бога, да? Больше всех. Любить ближнего своего. Кто мы? Ближние соседи, сотрудники, семья, друзья, церковь. Кто какие еще заповеди призваны благословляться благословляться, прощать, платить налоги, молиться за правительство и благословлять его. Делать добро, когда просят, когда нуждаются. Не воровать, не гневаться на других людей. Молиться друг за друга. Много это мы маленькую часть заповедей перечислить. Слушаться мужа, не раздражать детей, уважать родителей. Всему мы слушаемся. Поэтому я как проповедник могу вам сказать имейте веру и церковь. Мы настолько вот так провели свою веру, насколько я послушал Богу, настолько я верю. Где я не слушаюсь, где я поступаю по-своему, так я верю. Как сделать, чтобы вера отгрыз? Молиться это плод Духа Святого. Потому что Бог может модерить ее. Как ее еще можно отгрыз? Стараться. То есть нам заповед дана. В той ситуации, где я часто нарушаю почу заповеда. Прямо оказался мне, Господи, дай мне сейчас доверие за Тебе. Мне страшно. Мне кажется, сейчас будут плохие последствия. И когда у меня мало денег, я отдаю Божьей Богу. Я доверяюсь ему, Господи, а Ты покажи свою верность. Я доверяюсь за Тебе, пожалуйста, не оставлю. Дай мне теперь на эти нужды, которых так много. И в разных таких ситуациях, где мне не можно доверить. Господи, послушай, слушай, что там будет? Покажи. Я тебе доверю. Это усилие. И вот так и растет наша вера. ситуация. Давайте будем молиться. Славим нашего Бога. Аминь. Аминь.